Слава Украине, привет всем от Полонского. Я вот дал себе слово не вмешиваться в американские выборы, но как ему вмешиваться, я не являюсь гражданином США. Но иногда там происходят такие дурацкие вещи, что не осветить их просто невозможно. Поэтому то, что я сейчас скажу, не надо воспринимать, как там, не знаю, агитацию за демократом, еще что-нибудь. Мне эта Камала тоже не нравится. Но, блин, Трамп, это, конечно, тридец и звездец. Ну, ладно, да, и так, значит, к Трампу на митинг в том городке, как он там называется, я забыл, где по нему типа стреляли в ухо. Ну, помните, да, вот эту ситуацию всю, которая там произошла. Кхе-кхе, да. Приехал миллиардер Илон Маск и в открытую, значит, выступил в поддержку Трампа. Хотя до этого тот же самый Маск говорил, что он где-то нейтрален. Ну, понятно, да, сказал, что, значит, Трамп будет защищать демократию. И все остальное, да, то есть он сказал, что Трамп должен победить, чтобы защитить демократию в США. Кукушка хвалит петуха, да, а в ответ петух хвалит кукушку, значит, а Трамп заявил, что они полетят на Марс. Вот просто подумайте, да. Он просто заявил, что вот еще до конца моего президентского срока американцы, значит, полетят на Марс и будут лидерами в космической области. Они и так лидеры в космической области, ничего нового здесь нет. Но полетят на Марс, это уже, как говорится, это уже, как говорится, очень мощно задвинуто. Сколько это денег будет стоить? Американскому долгоплательщику никто ничего этого не указывает. С другой стороны, значит, Илон Маск, ну сейчас, да, дойду, что я хотел сказать. С другой стороны, значит, Илон Маск заявил, что сейчас у нас будет настоящий такой деятельный президент, а не тот, который не может там подняться на две ступеньки. Это он имел в виду, видимо, Байдена. Действительно, Байден там не в состоянии подняться, ему физические кондиции вызывают вопрос. Одно только но. Вот он начал, но не кончил. Значит, кончить надо следующую вещь, что через 4 года, сколько будет Трампу лет? А, ровно столько же, сколько Байдену сегодня. Ой, как замечательно. И он тоже, конечно же, не сможет подняться на ступеньку. Он еще хочет на Марс полететь, понимаете? То есть, ну, сказал, а, уже, как говорится, говори, Б. И вот еще этот митинг, я просто смотрю на этих людей, которые окружают Трампа со всех сторон, когда он несет вот эту вот галиматью, что они полетят на Марс и так далее, и так далее. Я смотрю на этих людей, но я вижу совсем других людей. Вот этот фильм, фильм, там, где не у Васюки, да, помните, да? Шура Балаганова, этот самый, Остап Бендер, да. Остап Бендер рассказывал жителям Васюков, восторженным, значит, как они полетят. Да, они не должны были полететь. Межгалактический шахматный турнир, и к ним с Марса должны были тоже прилететь на этот турнир. И все так будет так замечательно в Васюках, что их переименуют в Нью-Васюки, и столицу из Москвы туда тоже перенесут. И вот, знаете, у этих вот людей, которые стоят сзади за Трампом, в глазах такие Нью-Васюки красивые, замечательные. Там где-то Москва, значит, захерела, а тут Нью-Васюки такие стоят, уже столица, и корабли Илона Маска прилетают прямо в Нью-Васюки, и тут организовывается международный шахматный турнир. А потом Трамп проснулся.